Донорство в России имеет скорее мужское лицо. По данным специалистов, женщины чаще мужчин не проходят по весу. И еще интересные цифры. Максимум доноров приходится на россиян, которые родились в период с 1948 по 1967 годы. Практика сдачи крови более распространена в малых населенных пунктах. От 40 до 43 процентов приходится на города с населением 500 тысяч человек и меньше. Основное препятствие к донорству, говорят врачи, состояние здоровья. На втором месте дефицит времени. На третьем – страх. Многие люди боятся крови, шприцов, боли или заразиться опасными заболеваниями. Сегодня, 14 июня, празднуется Всемирный день донора. Стандартный объем донаций не меняется из года в год – 450 миллилитров, что составляет всего 7% от объема крови взрослого человека. Но перед тем, как сдать кровь, необходимо пройти первичное клиническое исследование. И сегодня в Иркутске на площади у Дворца спорта труд прошла акция «Давай, вступай». Каждый желающий сегодня мог примкнуть к рядам донора в крови, а некоторые выразили желание и стать донором костного мозга. Их данные заносили в специальный регистр, а потом всех угощали сладким чаем с печеньем. В ожидании же своей очереди храбрые иркутяне могли поучаствовать в мастер-классе по оказанию первой помощи, который проводило Иркутское отделение Красного Креста. «За сегодняшний день у нас сдало 52 человека. Из них 18 человек было те, которые сдавали впервые. Из них несколько человек было 18-летних. Вот мы их награждаем свидетельством о сдаче. Также у нас 4 человека вступило в федеральный регистр доноров стволовых клеток и костного мозга. То есть результаты, я считаю, очень хорошие». Врачи напоминают, что между сроками сдачи крови должно пройти не менее двух месяцев. Женщины могут сдавать кровь четыре раза в год, а мужчины – пять. Максим сдаёт кровь уже шесть лет. И сегодня это его 66-я донация. Он считает необходимым помогать людям. «Если возникает острая необходимость, то нужно сдавать крест. Для кого-то, допустим, кого-то выручить по болезни. Ну и для себя периодически говорят, что помогает. Это уже как необходимость у меня». «То есть вы находите необходимость в том, чтобы помогать людям?» «Да, конечно». Анастасия Тарасенко, Иван Прокудин. Новости. Сейчас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова